Приветствую вас, сестры и братья. Слава Богу, что такая есть прекрасная возможность посетить и вашу церковь, и центр, и Самару посетить. Не случайно опять в июле какая-то такая уже посладывается традиция, и я думаю, что Бог удастся, и живы будем. И на будущий год мне тоже удастся приехать и совместно с вами тоже поклониться Господу. Я в этом году приехал не один, с супругой, с Ксенией, и с нами тоже наш наследник, Падей Егорович приехал. Поэтому у нас такая полнота, и я благодарю всех, кто принимает участие в нашем приеме, в таком странном приемстве. Мы очень благодарны за вашу заботу, за ваше внимание. Ну и, конечно, очень благодарен, что имею возможность поделиться словом, тем откровением, которое Бог не дал. Вот я перед собранием молился, думал, о чем проповедовать, потому что много есть различных тем, много есть каких-то моментов в Библии и в жизни людей, которые могут удивить, которые могут заинтересовать. В книге Пьяни есть такая эпизодическая история о том, как на острове Кипр один высокопоставленный чиновник, Сергий Павел, вот так звали, вот он уверовал, вот в Господа написано, и удивился его учению. То есть, этого человека удивляло то, что, удивляло то учение, которое ему проповедовал Варнава и Павел, которые приплыли на Кипр. То есть, есть то, что может человека удивить, взрослого человека уже, состоявшегося человека. Вот, и христианство всегда призвано удивлять. То есть, христианство всегда настаивает на том, что в завтрашнем дне ты можешь пережить нечто лучшее, нечто большее. То есть, христианство всегда связано с определенным личностным ростом. Вот, поэтому, вот я задумывался после этого, что может удивить, обрадовать, вдохновить, где-то наставить и церковь, и каждого из нас с вами сегодня. Вот, и мне пришло такое слово, наверное, оно связано, ну, с нашим знакомством с Максимом, с той деятельностью, с тем служением, которое он совершает. Вот, и через него я вижу, как такие, скажем, качества, духовные качества, вот, которые наслаждает Бог в человеке, вот, они проявляются практически в жизни. Вот. И моя проповедь будет о очень опасном состоянии человеческой души, об опасном, о таком, скажем, о безразличном и о равнодушном. Вот. Вот. В Евангелии есть история о том, как Крисусу принесли расслабленного человека, он был парализован. То есть, паралич разбил человека. И он не мог сам прийти. Многие люди сегодня, они не разбиты параличом. В прямом смысле. Но душа человека, а человек это не только то, что он видит в зеркале, а это еще и то, что, как говорится, через зеркало отражается. То есть, это его душа, это его внутренний мир. И многие люди, они разбиты вот этим духовным параличом. То есть, они расслаблены внутри. Они беспомощны, они бездейственны. И где-то это сознательная беспомощность и бездейственность. Если людей паралич разбивает без их собственного на то участия. Вот пять лет назад у меня мама паралич разбила левую сторону. Она парализована на левую сторону, и она в своей дееспособности ограничена. Вот. Но Бог оставил разум, и она как бы еще, ну, так скажем, достаточно может адекватно общаться, оценивать ситуацию. То есть, остается как бы ее бодрость духа. Вот. Но тело разбито. Вот. А многие люди, я смотрел, замечал, многие люди, они разбиты внутренне. Такой вот духовный внутренний паралич. И это, наверное, бич современного общества. Ну, потому что мы можем говорить об исторических каких-то периодах, но лучше говорить о нынешнем веке. То есть, сегодня люди, они многие внутренне разбиты. И, по сути, трагедия для многих не связана с эпидемией, которую пропагандируют на телеканалах, в информационных каких-то сетях. Вот. А трагедия связана с именно расслаблением собственной души. Вот. Потому что наука, медицина, различные технологии научились изобретать лекарства. И даже вот изобрели, ну, экспериментально еще пока, ну, изобрели прилив. Как она будет там работать, мы не знаем. Вот. Но появляется и вызов, есть ответ на этот вызов. Но нет ответа на тот вызов, на то расслабление души, которое связано с равнодушием человека. То есть, безразличие у него, с отсутствием внимания друг к другу, отсутствием интереса к происходящему. Есть такие слова, как апатия, безучастность, пассивность, бездушие, черствость, жестокосердие. Можно продолжить синонимичный ряд этот, но это все описывает как раз вот человека расслабленного внутри. То есть, человек равнодушный, человек жестокосердный. Жестокосердие не наступает за одну ночь. То есть, ты утром проснулся и вдруг стал ожесточен. Посмотрел какую-то новость и вдруг ты стал ожесточен. Нет. Жестокосердие, оно связано с определенным таким временным периодом. Требуется какое-то время. Как хлеб, который ты оставляешь на ночь, и он черствеет. Так и сердце, которое ты оставляешь безучастным к нуждам другого, оно превратится в камень. Оно не сможет сопереживать. Падает низко уровень эмпатии к другому. То есть, человек как личность, он имеет характеристику открытости. Мы открыты для другого, для того, кто около нас. Но чем мы больше ожесточаемся, тем более мы становимся закрытыми. И человек теряет чуткость собственного сердца, чувствительность к происходящему вокруг. То есть, он реагирует на температуру, что тепло, холодно, сыто, голоден, на какие-то физические, биологические, скажем так, вызовы и реакции он реагирует. Но внутренний он безучастен, и внутренний он совершенно ожесточен. То есть, он не просто так кидается на людей, обгневив каком-то. Нет, он просто становится таким сухарем. Знаете, люди, если вот как вот сухарь, черствый человек. Человек с безучастным лицом, который молчаливо одобряет все, что происходит вокруг. Всю эту безнадостность, беззаконие. Все то, что мы можем наблюдать не только через экраны смартфонов, но и своими собственными глазами, когда двигаемся в этом мире. Я хотел бы прочитать один стих. Просто вчера у нас был такой прекрасный вечер. Я же говорил, что это мне все навеяло наше такое общение с Максимом. Он человек творческий. Вот и пел вчера песни разные. Я вот решил тоже сегодня прочитать несколько стихов. Но я их не сам написал. Но они тоже, так скажем, скрасят вот эту проповедь. И помогут внести такие, скажем, творческие нотки к тем размышлениям, которыми я делюсь. Есть одно стихотворение, которое написал Александр Гаврюшкин. Он называется «Пустота». Вот, современник наш. Человеку страшна пустота? Да, страшна. Ведь никто не поможет. Если жизнь его явно не та, по-другому ее он не сложит. Только хуже всего пустота. Когда пусто в душе человека. Не поселится там теплота. Это бич 21 века. Словно зомби бредут по земле, эти люди с пустыми глазами. В их бездушности кроются все наши беды и плач со слезами. То есть вот такая характеристика действительности этого поэта о том, что хуже всего это пустота. Это безучастность. Молчаливое такое кивание головой и просто пассивное состояние, в котором находятся, как я уже говорил, многие. И мы таковыми некогда были, может быть, до встречи, до пробуждения, до того, когда Бог сделал сердце другим, чутким, отзывчивым, открытым. Когда появилось устойчивое желание быть вовлеченным в жизнь другого человека. То, что я вижу здесь, пока нахожусь в Самаре, я вижу некую вовлекаемость людей в жизни другого. Я, знаете, может быть, не слышу каких-то витиеватых богословских изречений или правильных определений, понятий. Но есть то, что станет всегда над этим. Есть желание человеческой души, есть инициативность человеческой души, оживленный Христом, участвовать в жизни того, кто находится рядом с тобой. В конце 20 века, в 99 году, в Белом доме состоялся одно мероприятие, ну такое, скажем, связанное с наслаждением мира вокруг. И в Белом доме выступал один очень известный лауреат Нобелевской премии, еврей, бывший кузник Освенцева, Освенцева и Бухенвальда. Его звали, он очень вернедавно, его звали Эли Визель. Эли Визель. Написал несколько книг, и многие называли его совестью 20 века. Он был человеком, который нес в себе воспоминания, не только о происходившем с ним в концентрационных лагерях, но и воспоминания о том, как люди это переживали. То есть вот он это описывал потом в своих работах. И как раз вот на этом выступлении в Белом доме он зачитал речь, которая была связана с равнодушием, с безразличием человека. И вот я сделал такие выдержки из этой речи, которые он прочитал. И он начал с того, что оттолкнулся от этимологии, то есть от происхождения слова безразличия. То есть само слово безразличие, это значит нету различий, отсутствует различие. Это странное и противоестественное состояние для человека, когда размыты границы между светом и тьмой, закатом и рассветом, преступлением и наказанием, жестокостью и состраданием, добром и злом. То есть нет различий. Безразличный человек это человек, у которого нету грани, у которого нету предела, у которого нету колонна, у которого нету мерной палки, линейки, что как хотите. То есть он не различает. Знаете, как поросенок, который кушает из таза все то, что куда ему сложно. Безразличному человеку тоже все равно. И многие люди прибегают к этому состоянию. То есть есть как бы у человека такая способность одевать маску в каких-то ситуациях. Он может одеть маску без различия. Самая страшная маска. Маска, под которой может скрываться, как ему кажется, нормальный человек. Но эта маска помогает ему, так скажем, отвернуться от происходящего вокруг нечестия, беззакония, безравственности. И безразличие, оно очень заманчиво, оно очень соблазнительно. Гораздо более соблазнительнее, чем какие-то страшные похоти, которые там приходят, может быть, через фильмы ужасов, знаете, людям показывают. Вот безразличие это бытовая, бытовая проблема в каждой семье, в каждом городе, в каждом народе. Для безразличного человека ничего не имеет значения. Он может эту маску надеть и забыть ее снять. И провести с ней всю свою жизнь. Для этого человека лишена вообще его жизнь, лишена смысла в связи с другим. Вся его жизнь это концентрация на самом себе. И такому человеку неважно. Кто-то страдает, плачет. Вот как это было в середине 20 века, во время Холокоста. Вот весь мир как будто был под маской безразличия, пишет Эли Визель. То есть, людей сжигали сотнями, тысячами сжигали. А мир, мир находился под маской безразличия. Реакции не было. И люди, которых сжигали, которые находились там, скажем, в этом концентрационном лагере, они тоже умирали еще не доходя до печей. Умирали от равнодушия к своей собственной жизни. То есть, человек, одевающий маску безразличия, это тот, который умирает не только того хрена, но прежде всего самого себя. То есть, безразличие превращает в абстракцию жизнь другого и твою собственную жизнь. Все кажется каким-то таким, знаете, вот расплывчатым, неконкретным. И в конце своей речи Эли Визель скажет такие слова, что многие в подобных ситуациях, вот, когда есть вопрос жизни и смерти, когда стесненные обстоятельства, многие кричат к Богу и спрашивают, почему так происходит, почему они обвиняют Бога в несправедливости, обвиняют Бога в том, что Он забыл, отступил, оставил. Но на самом деле, Он скажет, что если бы ты воспринимаешь себя забытым Богом, это куда более хуже, чем если бы ты воспринимал себя Богом наказанным. Потому что равнодушный Бог куда более страшнее, чем Бог гневущийся. Гнев еще может созидать, равнодушие созидать никогда не будет. Безразличие всегда будет уничтожать. И окажется в результате, что безразличие хуже гнева и ненависти нацистов, если вы говорите о нем по отношению к евреям, вот, гораздо хуже было безразличие всей общественности. И вот можно это переложить на жизнь отдельно взятого человека. Когда у одного маленького человека в жизни огромные проблемы. Трагедия, большая трагедия маленького человека. О нем никто не знает, кроме его близких, друзей, знакомых. А в его жизни огромная трагедия. Огромная такая зияющая рана, гноящаяся. И в его случае, безразличие, которое оказывают ближние к ним, гораздо более хуже, чем ненависть, которую они могли бы проявить. Поэтому безразличие будет гораздо хуже, чем уродство, по сравнению с красотой. Безразличие гораздо более хуже, по сравнению с верой, чем ельц. Безразличие приводит к смерти того, кто с этим врагом. И вот апостол Павел напишет такие интересные слова в послании к Ефесянам, в 4 главе. Теперь перейдем к библейским сюжетам. Вот, в 4 главе, в 17 стихе апостол Павел скажет. Я заклинаю вас Господом, чтобы вы не поступали так, как поступают прочие народы по существенности у масс моего. То есть, чтобы у вас в голове были другие установки, другие категории мышления. Будучи помрачены в разуме, у людей есть помрачение в разуме. А равнодушие это одно из описаний помрачения. То есть, это не просто, знаете, человек, который в состоянии аффекта убил соседа, будучи пьяным на кухне, по ножовщине. Нет. Это может быть достопочтенный и уважаемый сотрудник банка, но человек, который помрачен в своем разуме. И он безразличен к тем, кто около этого банка, может быть, на газоне распевает, и распевает уже не первый день, и никакого совершенного участия в их жизни он не примет. И он по врачам в своем разуме, отчужден от жизни Божьей. По причине чего? Своего невежества и ожесточения своего сердца. Такие люди, доходя до бесчувствия, придаются распусту и делают всякую нечистоту с ненасветимостью. То есть, у людей есть вот эта характеристика, связанная с отсутствием здравого мышления и с ожесточением сердца. Равнодушие как раз таки и говорит о том, что человек находится в состоянии бесчувствия. И он бесчувственный. Сухарь занимается тем, что удовлетворяет собственным желаниям, похотям и страстям. Живет только лишь, чтобы брать от жизни все, ничего не отдавая кому-то. Ни эмоции, ни внимания, ни заботы, ни времени, ничего того, что в него может быть с избытком. Впервые такой прецедент безразличного отношения к Ближнему встречается в самом начале Священного Писания, в самом начале истории человеческого рода. В 4 главе, когда Каин, убив своего младшего брата, слышит от Бога вопрос, где Абель, брат твой? И Каин отвечает, я не знаю, но разве я сторож брату моему? Разве я за всех обязан отвечать? Все же взрослые люди. Моя хата с краю. И своя рубашка ближе к телу. Наше дело сторона. После нас хоть потоп. Можно продолжить эти устойчивые выражения, такие фразеологизмы в русском языке, которые описывают вот это состояние ожесточенного сердца. Я что, сторож своему брату? Я что, пасти его должен? Пусть сам решает. На реабилитации очень явно проявляется это. Когда каждый пытается отвечать за самого себя. Когда люди понимают, что они на самом деле еще находятся в состоянии детства, ребенок не отвечает за другого. И этот человек уже с усами и с лысиной, он так и не берет ответственность за ближнего. Он так и живет только лишь со своими игрушками, со своими желаниями, со своими потребностями. Он говорит, я что, сторож брату моему? Взрослость человека определяется по количеству тех людей, которых он берет под свое крыло, за которых он несет ответственность, которых он включает в свое сердце, на которых он распространяет ту любовь, которую он имеет в избытке, если он имеет ее. Но я, разве, сторож брату моему, говорит Каин? И многие люди идут путем Каинова. Кто-то думает, путем Каина идти, это значит убивать родственника своего. Нет. Идти путем Каина, это значит быть равнодушным. Равнодушным к абсолютно ко всем. Жить с маской безразличия. Жить в страхе. Что твой комфорт, что твой внутренний мир нарушит кто-то. Придет туда и, не дай бог, еще не снимет обувь. Он топчет. Внесет какой-то дискомфорт. Ты потеряешь вот этот устоявшийся свой мирок. И ты не хочешь брать ответственность. Ты не хочешь не то, чтобы никого сторожить, ни в чью сторону не хочешь смотреть. Казалось бы, ты сначала равнодушен к чужим людям. К своим у тебя есть какое-то все-таки еще отношение любви и принятия. Но потом ожесточение будет связано с тем, что оно проникнет в самые укромные уголки человеческого сердца. И безразличие будет распространяться уже на детей, на родителей, на братьев и сестер. И это связано будет уже с людьми в церкви. Нет ничего ужаснее и нет ничего более уродливее, когда люди в церкви, когда называющие себя братьями и сестрами, они живут по ожесточению своего сердца, по суитости своего ума. Живут так, как язычники, которые не знают Бога. Подобное отношение заставляет сердце Бога скорбеть. С таким отношением Иисус сталкивался, когда приходил в синагогу. В Евангелии от Марка есть интересная история о том, когда Иисус посидел в синагогу, и в этой синагоге был человек с иссохшей рукой, тоже у него рука была парализованная, но что-то какая-то проблема была. Может защемлений нет. Не знаем конкретный диагноз, но рука была недееспособна. То есть у человека не было возможности держать ни лопату, ни моты. То есть одной рукой он не мог сделать. То есть его жизнь была ограничена. Когда Иисус, придя в эту синагогу, увидел среди верующих людей, это синагога, это верующие люди, верующие люди, которые собираются для того, чтобы в сакральный день, в субботу, чтобы совершить перед лицом Бога поклонение, принести Ему жертву, жертву к полы, жертву своих уст. То есть это место, в котором слава Божья должна была как-то соприкасаться с человеческими сердцами. Это не рыночная площадь. Это не хоспис, это не где-то, не там, не тюрьма, это не какой-то, может быть, там, это не крестол. Это синагога. И в синагоге он сталкивается с безразличием людей верующих, людей милигиозных. Это, в кавычках, это Ему убивает, я и про Иисуса. То есть убивает как-то вообще, знаете, просто размазывает. Бывает, ты просто сталкиваешься с этим, у тебя какое-то наступает молчание. Вот. Самого внутреннее молчание. Сначала думаешь, как так можно? И, возрев на них с гневом, написано здесь, скорбя об ожесточении сердец их, то есть вот реакция Бога на безразличие связана с гневом, с гневом. Бог гневается на это. Бог реагирует. Бог грядет и не в безмолвии. Он грядет с огнем поедающим. Он приходит в жизнь человека равнодушного, и он будет все разрушать там. Гнев Божий – это гнев созидающий. Созидающий новое. Иисус видит это. Он испытывает гнев и одновременно скорбит, что человеческие сердца так ожесточены, что это те, которым Бог открылся на Синае, что это те, которым был дан закон, это Бога откровенный народ, это те, которые должны были свидетельствовать этому миру о любви, о близости со своим спасителем. А у них этого не было. И он не пришел куда-то в языческое, как бы, селение. Нет, он пришел к своим. Но свои не то, чтобы его не приняли. Свои и сами себя не принимали. И они еще высказали ему, так скажем, свою ноту Бене, высказали свою претензию ему, что он совершает исцеление в субботу. То есть они так и остаются в своей религиозности, они остаются в таком, знаете, состоянии самоправедности, которое Бога совершенно не интересует, а наоборот вызывает даже у него определенное напряжение. И он скорбит об ожесточении их сердца. Бог приходит, мы молимся в церкви, но когда он придет, может, он будет скорбеть, сядет где-то в углу и будет плакать. Почему? Потому что люди приходят, чтобы просто спеть песню, привести пожертвование, совершить какую-то, ну, религиозную трему по-православному. Так звучит. То есть просто у них есть потребность, или им просто надо, или просто чтобы думали, что он благочестивый человек. Но на самом деле, как бы, мы не знаем тех, кто вокруг нас. А может, знаем, как их зовут, и откуда они, но мы не вовречены в их жизни. И Бог будет скорбеть об ожесточении сердец. В 2014 году российский кинематограф выпустил такой фильм под слишком откровенным названием «Дурак». Режиссер Юрий Быков. Кто-то, может, смотрел из вас этот фильм. Если кто-то не смотрел, но можно будет его так посмотреть. Нам очень интересно обыграна ситуация о том, как один человек взял на себя слишком большую ответственность и в глазах всей общественности он был тем дураком, по которому есть фильм. Которому больше всех надо. В результате, в конце этого фильма, его убивают. Те, кого он хотел спасти. Просто запинали его во дворе. Люди того дома, который должен был быть разрушен. То есть он выступил вроде как с неплохим, да, вот, жизни, так скажем, спасающим предложением, но общество не могло снять с себя это безразличное отношение, маску, и в результате этот человек погиб. Вот так живут люди по ожесточению своего сердца. Павел напишет такое слово. «Каждый заботится не только о себе, но каждый, принимая участие, в нуждах другого». То есть там слово такое интересное, «Каждый». Это не пастор, это не служащий, это не старожил в церкви, а каждый. Каждый, кто причисляет себя к Божьему народу. Заботься не только о себе. Вот если ты заботишься только о себе, то тогда это один из первых признаков духовной смерти и скорой трагедии в твоей жизни и в жизни тех людей, которые будут вокруг тебя. В чем ты нуждаешься? Чем я могу тебе помочь? Такие вопросы люди задают друг другу крайне редко. Мы думаем, мол, он же сыт, одет, обут. Принчу ему надо. Взрослый, руки, ноги есть, сам заработает и купит. А может быть, человеку нужно высказаться? Ему нужно провести с кем-то время? Ему нужно, чтобы его выслушали? Ему нужно, чтобы за него помолились? Ему нужна поддержка? Ему нужно, чтобы кто-то посидел с его ребенком? Ему нужно... Ну, у человека много есть таких нужд, которые не решаются через банковскую руку. У человека есть много таких потребностей, которые не решаются тем, что вы ему принесете пакет с продуктами. Есть гораздо более глубокие потребности, и христианство приходит в эту глубину. Христос приходит в жизнь человека через сердце. Он наслаждает там царство. Он хочет царствовать в каждом уголке человеческого сердца. Также и мы вместе с ним хотим, если мы христиане, принимать участие в жизни своего ближнего и стараться не бездействовать. Знающий, как делает добро, и не делающий – это грешник. Не обязательно стать чикатило. Можно быть просто безразличным человеком, равнодушным к тому, что происходит вокруг. Бездействие – это преступление в глазах Бога. Бездействие. Просто такое, знаете, пассивное, апатичное состояние, в котором многие пребывают. Этергический сон. На паузе. Вся жизнь у человека. Он кушает, он спит, даже ездит в отпуск. Но он бездействует. Для него собственное благополучие – это приоритет. Жизнь другого человека для него лишена всякого смысла. Абсолютно. И современное общество, оно идет по пути индивидуализации. Индивидуализации. Огромные человейники, которые выстраивают мегаполисы, наполнены людьми, которые не знают, кто живет вокруг них, внизу, рядом, слева, справа. Это не важно. Мне важно, кто у меня здесь живет, со мной. А в общем-то, потом окажется, не важно, кто и с тобой живет. Многие люди могут жить в одной квартире, но не иметь близости. Ни эмоциональной, ни духовной. И собственная зона комфорта для человека, даже в семье, будет гораздо более важнее. В нуждах святых принимайте участие. Прежде всего, человек проявляет свое благочестие в том сообществе, которое его взращивает, которое становится для него семьей духовной. В нуждах святых принимайте участие. Это не риторическое, такое, скажем, размышление Павла. Это императив. Это повелительное наклонение. Вы можете взять карандаш и бумажные библии свои, подчеркнуть каждый глагол, который стоит в повелительном наклонении. Это повеление. Мы читаем Библию и видим повеление за повелениями. Это то, что должны мы сделать. Есть описание того, что Бог сделал для нас, а есть ожидание Бога, что мы должны сделать для Него. И эти ожидания, они выражены через повеления, которые записаны в Священном Писании. Если мы идем по пути этих повелений, если мы исполняем это, то мы богопослушные люди. Если нет, мы люди упертые, непокорные, ожесточенные, своенравные и равнодушные. Но чаще всего люди принимают участие в чем? Не в нуждах, они принимают участие в посиделках совместных, в чаепитиях, в каких-то увеселительных мероприятиях, в выездах совместных. Нужды другого становятся напряжением. Никто не хочет напрягаться. Напрягаться вместе с кем-то. Хочется от этого человека абстрагироваться, закрыть глаза, дойти в сторону. И прикрыться религиозным благочестием. Иисус расскажет о равнодушных людях притчу. Притчу о добром самарянине. Она находится в 10 главе Евангелия от руки. В 10 главе Евангелия от руки. Расскажет о том, как один человек шел в Иерихон, попал к разбойникам. Они его ограбили. И он практически умирал и лежал на окраине дороги. И вокруг него никого не было, пока не проходил первый хрященник, потом левит, а потом шел самарянин. И в этой притче Иисус покажет, что у всех в жизни есть свои цели. И цели могут быть достаточно хорошими, праведными. Цели могут быть благочестивыми. У каждого может быть свое служение, своя ответственность. Но, если ты имеешь внутри себя ожесточенное сердце, то равнодушие вылезет через подобную ситуацию, и ты не возьмешь ответственность за того, кто рядом с тобой. Ты отречешься от него в мыслях и в действиях. И в результате этот человек может погибнуть. То есть, вся эта история, рассказанная Иисусом, она будет говорить о следующем. Что неважна причастность номинальная к той или иной конфессии. Священник и левит – это люди верующие. Ну, это ортодоксальные люди. Это профессиональные люди, занимающиеся служением профессионально. Самарянин – это кто? Полуязычник. Ну, такой, скажем, человек. Не просто так Иисус берет именно самарянина. Может, потому что он из Самары. Может, потому что он... В любом случае. Человек, который внутри себя имел устойчивое желание поступить по-человечески. Он не был христианином. Но он поступает по-человечески. Вот в глазах Бога кто будет более отмечен? Не священник, не левит, а этот человек, который поступил по-человечески. Который пожертвовал собственной целью. Который переступил какие-то препятствия в виде определенных, так скажем, ограничений вот этих национальных культурных, вышел за свои предубеждения и сделал то, что от него не ожидалось. Равнодушие ожидаемо. Когда человек поступает неравнодушно, оно неожидаемо. Любой неравнодушный поступок он не ожидается. Любое небезразличное поведение, оно приводит человека сначала в замешательство, а потом совершает в нем необходимый такой спасительный переворот. Поэтому христианство, которое приходит вообще в этот мир 2000 лет назад, оно не ведет себя равнодушно. У людей нет еще ни одного догмата. Еще 300 лет до Первого Вселенского Собора, но христианство как захваска, как опара, распространяется по всей империи и захватывает свою среду, вот как рыб, все эти захватывают те, куда оно приходит. Почему? Потому что христиане ведут неравнодушный образ жизни. И самарянин становится вот этим примером любви Божьей, которая проявлена через человека. Любовь самарянина – это участие в жизни другого. Вот мы говорим, что нужно любить ближнего. Любовь действенна. Любовь – это участие. Насколько я вовлечен в жизнь другого? Есть ли у меня такой человек? Хотя бы один, хотя бы два, сколько-нибудь. Люди, которые за пределами моей семьи. Люди, которые не имеют огромного родства с собой. Если такие люди есть, если я вовлечен в жизнь этих людей, то я могу сказать, что я стараюсь любить ближнего своего. Если такие люди есть, если есть активность моя в этой области, то я могу даже заявить о себе, скажем, с определенной осторожностью, заявить, что я человек благочестивый. Потому что в Библии будет написано, что истинное благочестие связано с чем? С вовлечением в жизнь другого. Там будет написано у Якова, истинно благочестивый – это человек, который заботится о сироте, о вдове. Это тот, который помогает нуждающимся. Это тот, который внутри себя имеет устойчивое желание быть частью жизни кого-то другого. Именно вовлеченный в жизнь другого становится тем зерном, которое сеется, оно умирает, но оно приносит плод. Но мы хотим как-то по краям, знаете, пройти по жизни другого. Может кинуть просто ему горсть метиков, перевести на карту ему тысячу-другую, и сказать, что внутри его, чтобы он больше нас не беспокоил. Но вовлечение в жизнь другого связано именно с этой жертвенностью. С сеянием себя и с ожиданием того, что Бог через это семя произведет активный плод. То есть вся жизнь христианина – это жизнь вопреки. Вся жизнь христианина – это постоянное пренебрежение собственными интересами и нуждами. Если нету отречения от самости, это не христианская жизнь. Это по принципу «дай, купи, подари», «я мне мое». Это постоянное использование людей, это постоянное желание иметь. Но только живущий в ущерб себе, ради блага нуждающегося, может претендовать на то, что он называется последователем Христа, то есть идущий по следам. По следам того, кто обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетой. То есть лишившись всего для того, чтобы стать ближе к нам. Христиане продавали себя в рабство, чтобы быть с теми, кто им дорог. Они не только выкупали рабов в истории, такие тоже были прецеденты, они продавались в рабство. Чтобы сидеть с Павлом, он пишет о соработниках своих, чтобы сидеть с Павлом. Человеку нужно быть его рабом. Павел – римский гражданин. Его раб – его собственность. Как римский гражданин, свободный, он мог иметь раба. И вот чтобы быть с Павлом, кому-то нужно было быть его рабом. То есть нужно было лишиться свободы. Это не просто лишиться какого-то времени, средств. Это реально как бы себя перевести с одного статуса в другой. Для каких-то более дальновидных целей. Поэтому в христианстве самое главное будет не призвание. Об этом любят проповедовать. Не статус, не успех в служении, не духовные дарования, о которых тоже любят писать книги и проповедовать. Сегодня, в 21 веке. Основным признаком христианства будет инициатива, возникающая внутри сердца, связанная с жизнью другого. Насколько я инициативен для того, кто рядом, для того, кого хуже, чем мне. Есть один очень важный принцип. Блажен, повышляющий, обедом. Написано. Это счастливый человек. Люди хотят быть счастливыми. Если ты хочешь быть счастливым, ты должен думать о том, кому хуже, чем тебе. Всегда будут такие люди. Всегда будут те, кому хуже. Даже на больничной кровати, когда ты будешь лежать, в палате будут те, кому хуже, чем тебе. Потому что болеют все и умирают все, и верующие, и неверующие. Только по-разному. Поэтому человек счастлив тогда, когда он повышляет о ком-то, кто находится в более худшем состоянии. И там есть обетование в этом псалме. Там написано, и в день бедствия избавит его Господь. Потому что он нужен Богу. Многие люди будут молиться всю жизнь за исцеление, за исправление ситуации в жизни, за отношения. А Бог будет молчать. Почему? А зачем? Бог такой человек, который просто приходит к нему, как волшебнику, исполняющему желание. Богу тоже есть желание. Устойчивое желание. Чтобы все спаслись и достигли познания истины. Если я принимаю участие в этом желании, то я, как знаете, как боевая единица, как человек, который, ну, постребовал, нужен. Говорят, что таких, ну, скажем, людей, незаменимых людей нет. Но у Бога каждый человек на особом счету. А тот, который помышляет о бедном, он гораздо более ценнее. Нужен хотя бы один человек. Богу. Есть такой текст у пророка Езекида в 22 главе, который описывает как раз переживание Бога о том, что не нашлось во всем районе хотя бы одного человека. 22 глава 30 стих. до этого Бог выскажет им свою претензию, что у них творится какое-то, ну, безобразие в народе. Что те, кто поставлен за, так скажем, за тем, чтобы смотреть за ситуацией, они просто, ну, написано, нарушают закон, воскресняют святыни, ведут себя как волки, замазывают грязью, видят пустое, предсказывают ложное, люди унитают друг друга, притесняют бедного, способствуют несправедливости. И Бог говорит, я искал у них одного хотя бы человека, которым бы поставил стену и стал бы предо мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил его, но не нашел. Бог разочарован хотя бы один человек. Что я могу сделать один? Кто-то кричит. Что мог сделать один Нельсон Мандела? Он 25 лет просидел в тюрьме. Это больше, чем кому-то здесь присутствующим, просто даже в жизни. 25 лет. Он 25 лет просидел. И из них он просидел большее количество времени в одиночной камере. Что он мог сделать? С апартеидом. Ну, если вы почитаете потом о нем, то в результате он стал первым президентом ЮАР. Чернокожий. Жизнь одного человека может поменять ситуацию в целой стране. Жизнь одного человека неравнодушного, небезразличного, не соглашающегося с ожесточением своего сердца в результате обиды, огорчения, в результате каких-то трудностей, проблем. Человек не соглашается быть ожесточенным и поддерживает свою чуткость. Он стремится к вовлеченности в жизнь другого и он станет, он станет тем, через которого будет меняться окружающая действительность. Мельсен Манделла человек, ну, так скажем, он не позиционировал себя как возрожденный христианин, но многое сделал. Один. На что способен один христианин? Человек, который в один духом святым. Человек, у которого есть близкие отношения с Богом. Иисус предупреждит, что рост равнодушия это признак последнего времени. Все говорят о каких-то в основном катаклизмах, происшествиях, метеоритном дожде, пандемии, но на самом деле есть более опасная и более, так скажем, дееспособная причина это равнодушие. Во многих охладеет любовь. Произнесет он эти слова. В 24 главе Матфея он скажет что это есть один из симптомов равнодушия. Во многих охладеет любовь. В ком? Во многих. Во многих уже любовь вкусивших, любовь принявших, в любви пребывающих. Охладеть любовь может только у тех, кто эту любовь имел. Не могла охладеть, знаете, если у меня супа на плите нет, там ничего не остынет. Там в холодильнике мышка, говорится, повесилась. Когда суп сварен, но он не подогрет, он может остыть. Когда любовь как была, любовь переживалась, она может пройти. Иисус тоже об этом будет говорить в Откровении уже в 3 главе. Он скажет ты оставил свою первую любовь. Ты стал человеком, который забыл влюбленность в Бога. ты забыл влюбленность, которую имел в отношениях с ним и в которую ты хотел вовлечь всех окружающих. И чем более ты равнодушен, тем больше ты нечестив. Уровень нашего равнодушия, он будет прямо пропорционален уровню нашего нечестия. Чем более равнодушен человек, тем более он нечестив. и наоборот, чем больше во мне любви, сострадания, небезразличия, тем более я праведный. Человек говорит, я хочу быть праведным. Чтобы быть праведным, нужно быть небезразличным. Автоматически ты становишься праведным, когда ты небезразличен к Евангелию, ты неравнодушен. Когда ты небезразличен к словам Бога, когда ты небезразличен к происходящему в жизни ближнего, ты становишься праведным человеком. Кто-то хочет просто, знаете, эту праведность воспринять как китель с чужого плеча, с плеча Христа. Я облекся в праведность Христа. Теперь меня никто не вправе обвинять. То есть это просто такой религиозный формат. Просто картонная такая коробочка, в которую человек залазает и пытается скрыться от шторма, который бушует вокруг. Человек праведен, когда он небезразличен. В 25 главе Евангелия от Матфея Иисус скажет, что придет время, когда людей Бог будет судить по их отношениям к друг другу, не по вере, по отношениям. В 25 главе это будет вопрос, связанный с делами. Кто-то скажет, но мы же спасаемся не по делам, а по вере. Да, но вера, которая не проявляется в жизни, это вера, которая Бога не интересует. Это вера в области абстракции. Это вера, которая, знаете, где-то так, ну вот, где-то там, но которая не участвует в жизни другого. И там будет для группы людей описано. Овцы козлы овцы станут теми, кто неравнодушен, а козлы это люди, которые безразличны. И вот тут будет написано очень интересно. Тогда скажет, и пойдут, а, в 46-м стихе, и пойдут сии в мугу вечную, а праведники в жизнь вечную. Вот эти сии, то есть эти, вот эти, кто эти, это люди, которые были роднодушны. Это люди, которые были безразличны. Эти люди будут прокляты. Безразличия не просто вызывают у Бога гнев и такое, скажем, оскорбление, оно вызывает автоматическое проклятие. Многие люди думают, аж почему у меня в жизни такого нет духовного подъема, просто я не вижу того, что описано в Новом Завете. Потому что ты безразличный человек, ты живешь в проклятии. Ты можешь жить в благословении, а можешь жить в проклятии. проклятие становятся следствием твоего безразличия. Чем более я равнодушен, тем более я проклят. Так написано, что эти люди, какие? Люди, которые не участвовали в жизни нуждающихся. Называются они здесь в 41 стихе проклятые. Люди, которые равнодушны. Равнодушный человек, это человек проклятый. вот так. В 2001 году в Москве на Болотной площади кто-нибудь был на Болотной площади? Когда вы будете в Москве, обычно посещают Красную площадь, но Болотная площадь она рядом с Красной площадью. Посетите Болотную площадь, а пока в Москву еще не приехали, то можете посмотреть где-нибудь через губер. Наберете. На Болотной площади в 2001 году поставили очень такую интересную и глубокомысленную скульптурную композицию, которая называется «Дети жертвы пороков». Картинку просто у нас траектора нету. Я так в принципе ожидал, вы можете сейчас сесть и набрать. Скульптор Михаил Шемякер. Там изображено полукругом стоит несколько фигур. каждое есть олицетворение какого-то порока. Война, наркомания, нищета, проституция, эксплуатация детей, воровство, пьянство, невежество, пропаганда насилия. То есть несколько фигур. И ты как бы входишь в эту композицию скульптурную, она стоит полугругом, ты как будто вот ты вступаешь и как будто на тебе круг замыкается. Как будто круг замыкается. А по центру, если ты будешь прямо смотреть, стоит фигура, которая выполнена в виде гроба. И там написано равнодушие. И она стоит на пьедестале, чуть выше всех остальных. И оказывается, что равнодушие гораздо более опаснее, чем все те пороги, которые там изображены. Равнодушие смотрит на все свысока. Оно не хочет спускаться со своего пьедестала. Ему хорошо, не тесно, где? В своем гробу. Живое не может быть равнодушным. Равно как и равнодушие не может долго оставаться живым. Вы знаете, люди говорят, я упал, ну там, выпил, покурил, упал. Нет, ты просто стал безразличным. Равнодушие убивает. Убивает жизнь внутри тебя. Равнодушие является смертельным состоянием человеческой души. Парализует человеческую душу. Хотел в конце зачитать один стих, который тоже будет таким глубоким смыслом именно на эту тему. Можно жизнь прожить и просто так. На легке, шутяк, как говорится. Пролететь через жизнь, как тот сквозняк. Ни за что ничем не зацепиться. Мимо всех пройти, как ни при чем. И не приласкав, и не обидев, не задев ни мыслью, ни при чем, словно не заметив, не увидев. Может быть, так жить и хорошо. Меньше, мол, и горечи, и боли. Только что же станется с душой, с мыслями, и чувствами, и горией? Человек для ближних сотворил. Хоть и сам в себе оригинален. И без ближних жить не может он. Но это Бог решил еще вначале. И такую тягу заложил в сердце человека, что не больно, где б не жил. Как бы он не жил, одному ему тоскливо, очень больно. Даже и подножки, и пивки нам нужны и пользу причиняют. И о том, что люди нам близки, неизменно нам напоминают. На душе неизгладимый след нам оставлен каждой новой встречей. Друг прошел здесь, родственник, сосед, причастив к семье нас, человечи. Есть еще и совершенный путь, беззаветной ближнему отдачи. Только им не многие идут. Да и не для всех он предназначен. Там идут два поприща тогда, только об одном их попросили. Грош последний могут там отдать, посетить не только на могиле. Там падение ближнего беда, чистого сочувствия основа. Для святого спорного труда там вдруг поощряют готовые. Нам же еще нужно поддорасти до того святого состояния. Нам хотя бы только не пройти мимо наших ближних без внимания. Только через жизнь не пролететь на легке шутя, как говорится. Никого собою не задеть, ни за что, ничем не зацепиться. И хотел бы вместе со всеми вами помолиться, чтобы Бог своим человеколюбием и своей благодатью сохранял бы в нас ту чуткость, сохранял бы в нас ту восприимчивость к ближнему, которая будет свидетельствовать о нашей духовной жизни. Ты скорее, Иисус скажет такие слова, ты скорее мертв, чем жив. Так вот, лучше быть скорее живым, чем мертвым. А значит, тебе нужно продолжать участвовать в жизни другого. И как я говорил в начале, что, приехав сюда, да, я вижу такое участие в жизни другого. Участие, которое принимают люди друг для друга не родственники, друг для друга далекие, но они вовлечены в жизнь другого. И это на самом деле свидетельствует о том, что Бог в этом месте созидает великое.